Они не виделись две недели. Побросав домашние дела и отпросившись с работы, родители встречают своих детей с дальней поездки. Молодцы! На глазах слезы радости от длительной разлуки. Мамочки и папочки основательно подготовились к встрече детей. Нарисовали красочные плакаты. А на перроне сразу же начался обмен с впечатлениями. Нужно сказать хотя бы, извините, он оборачивается, ты начинаешь. Уже на пальцы вообще. Образцовый хореографический ансамбль «Конфетти» запланировал поездку во Францию еще два года назад. Весь прошлый год они отрабатывали танцевальные номера, чтобы не оставить равнодушными французских хореографов. Рома Скоков – единственный парень в женском коллективе, помогал девчонкам справляться с волнением. Я не волновался, девушки волновались, прям сильно. Не знаю, друг друга просто успокаивали, нормально вышли, выступили, все хорошо. Бичане выступали в старейшем парижском театре «Марибель». Признаются, что на сцене им было немного тесновато. По размерам она меньше, чем главная культурная площадка Наукограда. Также немного непривычным для танцоров был процесс распределения наград. У нас, если участвуют три участника в конкурсе, то, соответственно, места располагаются. Первый, второй, третий. Там дипломы дают по заслугам. Если участвует один коллектив номинации, независимо от того, один он или три, вот достойные дипломы, допустим, третьей степени, значит, дают третий. Поэтому дипломы лауреата в первой степени для нас в двойне дороги. Всего в Бийск конфетти привезли шесть кубков. В числе коллективных наград – победа дуэта Романа Скокова и Юлии Самойловой. Парни и девушки своим талантом в буквальном смысле влюбили в себя зрителей фестиваля. В этом большая заслуга руководителя коллектива Маргариты Кабаковой. Уважаемая Маргарита Геннадьевна, мы вам очень, очень признательны. Спасибо вам за все, за то, что вы свозили наших детей, за то, что они там себя показали. Мы от имени всех родителей вам большое спасибо! Родители, я вас люблю! Ждала бичаная обширная культурная программа. Ребятам удалось побывать во многих европейских столицах. Делятся, что это были самые лучшие каникулы в их жизни. Я загадываю желание съездить еще раз. Ура! Ирина Попова, Алексей Мельков. Новости ОТН.